Привет и добро пожаловать в первую неделю марафона «Не жизнь, а сказка» Марафона позитивных перемен На этой неделе у нас будет очень простое, но очень важное задание Начнем мы наши перемены с того, что объективно оценим свою жизнь Придирчиво и досконально по всем ее сферам Мы продиагностируем, что нас устраивает в нашей жизни, а что нет Все мы, если честно, привыкли обобщать, например, говорить «А, жизнь говно!» или «Я говно!» Или «Ой, моя жизнь супер, только что-то мне не нравится» Мы привыкли к таким обобщениям Хорошо – плохо, нравится – не нравится, говно – шоколад И это немножко мешает нам оценить нашу жизнь более точечно Потому что ваша жизнь не может быть на 100% говном Какие-то сферы вашей жизни вам нравятся, какие-то нет Какие-то вещи вы хотите поменять, но какие-то вы, возможно, очень цените и хотите сохранить И вот чтобы перемены были грамотные и разумные Вам надо четко понять, что вы цените, что вы любите в своей жизни Что вы хотите оставить в своей жизни и развить А что, наоборот, хотите кардинально поменять Для того, чтобы провести диагностику своей жизни, начертите круг Начертите круг и разделите его на сектора Сектора вашей жизни Вы можете сами выбрать удобные вам сектора Например, сектор любви, сектор семьи Можно его объединить в один – сектор любви и семьи, например, если вы уже замужем Сектор денег, сектор карьеры, сектор недвижимости, сектор друзей, общения, сектор здоровья Сектор спорта, хобби, досуга, сектор внешности и так далее Выделите все сферы вашей жизни, которые для вас важны У кого-то будет сектор детей, у кого-то сектор учебы Словом, поделите свою жизнь на такие сектора И посмотрите на свой круг жизни, что получилось Обычно я рисую где-то 6-8 секторов Но, впрочем, если вы хотите посмотреть, как я выполняю это задание Вы просто потом пройдете по ссылочке, которую я даю здесь на экране Или в описании к моему видео И там вы увидите мой влог, как я оцениваю и диагностирую свою жизнь А пока сделайте это вы сами Итак, вы разделили свою жизнь на секторы Сейчас, очень быстро, с ручкой, вы пройдетесь по каждому сектору И напротив каждого сектора поставите оценку Насколько вы удовлетворены этой сферой своей жизни Цифры от 0 до 10, где 0 это абсолютно вообще не удовлетворен 10 это 100% удовлетворен, все супер Старайтесь ставить цифры очень быстро, интуитивно Первые, которые приходят вам в голову, правильные Итак, прямо сейчас ставим видео на паузу Рисуем круг жизни и быстро, интуитивно, буквально за 5 секунд Оцениваем каждый сектор своей жизни Насколько вы им удовлетворены Прекрасно! Вы продиагностировали свою жизнь И теперь знаете, насколько баллов каждая сфера вашей жизни вас устраивает Теперь мы можем изучить каждую сферу чуть более пристально Посмотрите в первую очередь на те сектора своей жизни, где вы недовольны результатом Где у вас низкие оценки 0 баллов, 1 балл, 2, 3, 4 балла Обределите, какую роль вы играете в этой сфере своей жизни И по каждому сектору пройдитесь и задайте себе вопрос Вот в этой сфере жизни я вершитель или я жертва? Наверняка, когда вы пройдетесь по всему кругу, вы обратите внимание Что там, где у вас низкие баллы и низкие оценки, вы играете роль жертвы То есть я как бы это не выбирал, оно как бы само так получилось Например, ой, мне не нравится моя квартира, у меня там, не знаю, 0 или 1 или 2 балла Совсем скудная И когда вы себя спросите, я сам решил и выбрал жить в такой квартире Или так оно получилось, я был жертвой обстоятельств, которые меня поместили в такую квартиру И наверняка вы заметите, что во всех секторах жизни, где у вас низкие баллы, вы играли роль жертвы И наоборот, в тех секторах, где у вас высокие баллы, вы играли роль вершителя И это хорошая новость Значит, вы можете быть вершителем Значит, в чем-то вы действительно уже взяли управление, взяли штурвал судьбы в свои руки И повернули, и какие-то сферы жизни уже вывели на те баллы, на тот уровень, который вам нужен Это здорово А те сферы, где у вас низкие баллы, изучите более пристально И подумайте, кто сделал выбор за вас Например, если вы недовольны своим образованием, это не тот вуз, не то образование, которое вы хотели бы получать Спросите себя, кто сделал этот выбор за меня Кого я удовлетворял, чьи ожидания я оправдывал Если вы еще чем-то недовольны, смотрите, откуда у вас эти низкие баллы берутся Что из моей жизни я выбрал сам, а что мне навязали извне Общество, родители, учителя, соцсети, еще кто-то Определите, насколько вы контролируете свою жизнь А насколько ваше колесо жизни управляется другими людьми Поставьте видео на паузу и ответьте себе на эти вопросы прямо сейчас Итак, теперь, когда вы примерно представляете, с какими сферами вашей жизни вам надо работать Какие именно сферы жизни вас не устраивают и какие именно сферы вы будете трансформировать в первую очередь Я даю вам первый инструмент для трансформации жизни Это благодарность Очень просто, очень доступно, но никто из нас этим не пользуется Если вы хотите что-то поменять в своей жизни, вам надо в первую очередь наполнить это любовью и благодарностью Почему? Все, что мы осуждаем, все, что мы не приемлем, все, что мы отталкиваем, мы парадоксальным образом притягиваем в свою жизнь Если вы отвергаете свою маленькую квартиру, вы притягиваете себе маленькую, неудобную, дискомфортную жилплощадь Если вы отвергаете, не приемлете своего мужа или жену, вы тем самым притягиваете, приманиваете, примагничиваете те качества, которые вам в нем не нравятся и так далее И парадоксальным образом, чтобы что-то изменить, надо это сначала принять, полюбить и поблагодарить Даю вам задание недели Наполните благодарностью максимально каждую сферу вашей жизни Начать проще будет с того, что вам в своей жизни нравится Наверняка вы увидели, что какие-то секторы у вас действительно вы оценили высоко Вы ими гордитесь, вы их цените, вы боитесь их потерять И поэтому начать можно с того, что наполнить благодарностью те секторы вашей жизни, те участки вашей жизни, которые вам действительно нравятся Например, если вам нравится своя фигура, найдите на этой неделе время поблагодарить ее, наполнить ее любовью, сказать «Дорогое тело, спасибо тебе за то, что ты такое стройное, молодое, здоровое, красивое, как же мне с тобой повезло, спасибо, пожалуйста, оставайся таким и становись еще лучше» Если вам, например, нравится своя работа или нравится ваш муж, ваш парень, ваша девушка, ваша жена, ваш ребенок, ваши родители Обязательно найдите на этой неделе время поблагодарить их мысленно, а еще лучше вслух. Просто подойти и сказать, я так благодарен, что ты есть в моей жизни. Я так люблю тебя таким, какой ты есть. Я просто счастлив, и ты действительно делаешь мою жизнь лучше. Спасибо тебе за это. Это очень-очень важный момент. Начать с того, что поблагодарить жизнь за то хорошее, что она тебе дала. Кажется, это пустяшный шаг, но его обязательно надо сделать. Это очень-очень поможет вам. И второй не менее важный шаг. Это наполнить благодарностью и любовью то, что вам не нравится. Потому что оно вас отпустит только тогда, когда вы его примете. Конечно, казалось бы, сделать это очень сложно, но я на своем примере в своем влоге покажу вам, как я это делаю, как я наполняю любовью и приятием то, что мне не нравится в моей жизни. И, конечно же, в помощь вы можете использовать мою медитацию любви. Пожалуйста, кликайте по ссылке. Ее можно использовать действительно для того, чтобы трансформировать свой негатив, неприятие, осуждение, какие-то дискомфортные эмоции в любовь, приятие и благодарность. Итак, используйте мою медитацию для того, чтобы трансформировать то, что вам не нравится. А также смотрите, как я сама справляюсь с этим заданием в моем влоге. Это будет интересно, в том числе и для меня самой. И, конечно же, чтобы вам было легче всю неделю не забрасывать наш марафон, а всю неделю действовать, подпишитесь на мой инстаграм. Активная ссылка в описании к этому видео. В моем инстаграме сейчас будут интересные подсказки на каждый день лунного календаря. Каждый день лунного календаря я вам буду помогать советом и подсказывать, что лучше сделать сейчас и какой шаг, какое упражнение лучше проработать именно сегодня. Подписывайтесь, я уверена, что вам это очень поможет всю неделю войти в ритм марафона, не забрасывая задания, помнить о них, выполнять их, чтобы через неделю уже увидеть первые результаты, первые изменения внутри себя и своей жизни. И, конечно, если вы заинтригованы и хотите пройти полную версию тренинга «Не жизнь, а сказка», вы можете приобрести его, написав по мейлу, которую я указываю в описании к этому видео, или написав в WhatsApp. Опять же, смотрите в описании этого видео. Спешите, потому что после марафона цена на тренинг «Не жизнь, а сказка» может измениться. Спешите брать по выгодной цене целых 52 урока на каждую неделю года с методиками, техниками, упражнениями, медитациями на каждый случай жизни. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Марафон начался. Погнали! Я вас люблю, и вы ничего не можете с этим поделать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!